Микс Ньюс Добро пожаловаться Я хотела спросить Вы слышите меня? Да, 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 Владимир, у меня такой вопрос Я хотела задать вам вот один вопрос Здравствуйте, я по такому поводу Каждый понедельник По сути вашего вопроса первое Пожалуйста, да, ответьте на вопрос Почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы Разъяснить проблему проверки счетчиков Здравствуйте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко На вопрос у меня был господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе добро пожаловаться Вот таков наш закон Добрый день, уважаемые слушатели У нас сегодня понедельник 10 утра, 10.15, если быть точными Председатель правления центра собственников квартир И председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко В программе добро пожаловаться Доброе утро Здравствуйте Доброе утро Ну и я напоминаю, что телефоны нашего прямого эфира 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Вы можете звонить, задавать ваши вопросы Сергею Сидорко Или писать, задавать вопросы в письменном виде На WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 2-3-0-6-1-9-1 Сейчас уже начинается Началось лето, можно сказать И, конечно, там, где необходимо проводить Какие-то ремонтные работы, уже начинаются работы И если, ну, для каких-то видов работ необходимо, очевидно, согласие Ну, вот, ряда жильцов квартир, например Если необходимо ремонтировать трубопровод, вот, стояк на кухне И, вот, теоретическая, гипотетическая ситуация 6-этажный дом, то есть, соответственно, 6 квартир Друг над другом И в каждой квартире есть какие-то свои интересы То есть, для того, чтобы отремонтировать Необходимо, естественно, пробить стену У многих ремонт Кто-то недавно себе установил кухню Кто-то там что-то заменил Кто-то просто не хочет, чтобы действительно это все разворошили Кто-то просто не хочет пускать в квартиру рабочих Хотя бы даже для того, чтобы осмотреть, понять, вот, что происходит Вот, в этой ситуации, когда каждая квартира, каждый собственник квартиры Преследует свои интересы А у дома, ну, наверное, интерес один, собственно, чтобы Ну, это все не рухнуло, потому что в некоторых домах там по полвека Ничего не менялось, уже трубы проржавели И, соответственно, дому вроде бы это надо А каждому конкретному собственнику нет Вот как выйти из этой патовой ситуации? Ну, а тут никак не выйдешь Во-первых, я хотел бы предупредить всех радиослушателей О том, что, в принципе, делая какие-то благоустройства И облагораживая свои квартиры Они должны помнить о главном принципе Должен быть обеспечен доступ к коммуникациям общего польза То есть стояки, трубы, все это Должно быть, ваша перестройка сделана таким образом Чтобы в любой момент можно было легко достичь И иметь доступ к этим коммуникациям Это вызвано тем, что неважно, что вы вчера поменяли Или во всем доме труб Это абсолютно неважно Все-таки техника есть техника И в любой момент может случиться необходимость Или может случиться авария Может быть, что угодно может случиться Поэтому должен быть обеспечен доступ к коммуникациям общего польза Это общий принцип Второе, да, многие, не подумав об этом В моей практике было так, что монтировали такие кухонные оборудования Что его демонтаж и потом обратный монтаж занимал несколько тысяч латов Было и такое Но можно ли этого избежать? Если вы уже так поступили, то вам придется освобождать Тут обеспечить доступ Это сто процентов Я могу сказать почему Не только все Потому что вы допустите Или кто-то придет вас заставлять Если вы не допустите в данный момент Когда ведутся общие работы на доме Как правило Управляющий составляет акт О том, что вы не допустили Тем самым нарушили требования закона И если Вы сами понимаете Ничего не бывает вечно Через какой-то период начнутся аварии На вашем участке Или на участке, связанном с вами То вся ответственность и вся затрата Упадут на вас Таким вот образом Поэтому в настоящее время Я еще раз хочу сказать Оценивайте правильно свои действия По отношению к недвижимости И будьте готовы к тому Что вы будете обязаны Допустить управляющую компанию К коммуникациям общего пользования Кратко так могу сказать Ну а если действительно Какие-то Может быть непредвиденные обстоятельства Кто-то уехал И квартира закрыта В нее невозможно попасть То есть здесь же тоже необходимо Чтобы все совпало Вот все шесть квартир В одно время были доступны А иногда кто-то Уезжает на заработки за границу Кто-то уезжает в длительные командировки Кто-то просто уезжает К родственникам И закрывает квартиру на ключ Или например сдает эту квартиру А те кто живут в ней Они боятся вообще пустить Потому что может быть это Ну словно говоря нелегально Ну в смысле человек просто Ну да Вот какие-то такие всякие вот вещи Которые тоже могут затруднить Ну я могу вам сказать только одно Это должно быть хозяином Собственником квартиры предусмотрено Я напоминаю еще раз Что вообще ответственность за все Что происходит в его квартире Собственником Поэтому в том числе Если он планирует уехать куда-либо И на длительный срок Ему нужно позаботиться О контактной персоне Которой сможет Другому не бывает Ну хорошо Если вот то что вы видите Это плановые работы Можно там Одну квартиру Перенесли На несколько месяцев А если это авария Ну да Тут вообще А у нас Из вашей квартиры По причине выхода из строя Вашего Именно вашего оборудования Происходит залитие Там шести этажей под вами С чем-то будете компенсировать вы И невозможность попасть туда Это будет только Увеличивать размеры с чем Ну вот у нас звонки уже пошли Здравствуйте Доброе утро Пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте Вот у меня тоже вопрос Связанный с ремонтом У нас квартира владелица Значит Захотел сделать ремонт С осмесением стен Отдельных Которые несущие Он получил разрешение В строю праве Сосед нежестоящий Подписал Тоже документ Что не возвращает Что будет человек Делать такой ремонт Капитальный В конечном итоге По окончании ремонта Этот нежестоящий Нежепроживающий сосед Сейчас говорит о том Что я просто старший дома Да Что такая стала слышимость В его квартире Что даже Все разговоры Говорят Я все абсолютно слышу Видимо они Что-то Не сделали Чего-то с полом Слили наверное доски А пол наверное Не изолировали Что в данном случае Вот он пойдет Сейчас жаловаться Что в данном случае Вообще можно Предъявить этому Квартиру владельцу Который делал ремонт Ну если это делалось В прямом случае Если у вас Какие-то есть проблемы В этом плане То здесь вариантов Не очень много Во-первых Если человек Который делал ремонт Он зарегистрировал Все свои действия И получил соответствующее Согласование В стройуправе То это по крайней мере Говорит о том Что это легальная постройка Если что-то в результате Не Проект вас И скажем Может быть В результате Могло произойти В результате Этих действий А могло быть Может быть По каким-то другим причинам Но если превышается Шумовой порог И повышена Слышимость Есть нормы И соответственно Надо обращаться За проведением Изновений И определяться Что там произошло А после этого Тоже можно предъявлять Просто так сказать Что стало слышно Это будет мало Значит Ну да Нужно заказывать Физические изновения И доказать Что превышены Допустимые Предельные нормы Шумы Есть еще У нас звонок Здравствуйте Да Пожалуйста Алло Да Говорите Пожалуйста Добрый Добрый Дважды переживал Ситуацию С заменами Труб Поэтому Ваш гость Наверное Он живет В другом мире Абсолютно Рассказывая О том Что Можно Что необходимо Да Скрывать И потом Как бы Восстанавливает То что То что Ну Вскрытие Вскрытие Как говорят Хирурги Зашивают Исключено Напрочь Дважды Дважды Делал С одной стороны Пурцемсе И Вымонти Такая была Ситуация Это был Страшнее Ядерной войны Рассказываю Во-первых Все было разворочено Был делан Нормальный ремонт Вскрыт Вскрыто Полностью Конечно Все было вскрыто Заменены трубы Которые Выглядели Довольно Прилично Еще Но Ладно Заменены трубы Все было брошено Все было брошено Вымонти Еще плюс ко всему Разломали унитаз Сказали Это не наша Проблема Его делать Это проблема Ваша Или я не знаю Все Все Скрылись Пытался Поставить Ну Чтобы Не поставили Нержавеечный Нержавейку Полотенце Которые Снял Ну Федеральный Сушитель Сказали Что нет Мы этого Не ставим В общем Я скажу одно Что Это очень большая Головная боль Это страшно И Самое главное Мое мнение Что Это не есть Безопасность дома Это есть Чистота воды Вы бы сказали Но Подводные Трубы К Те которые Идут по улице А мы сами знаем События в последних дней Они безобразные Надо тогда Начинать Я согласен Начинать Как делают Немцы Сначала Меняют трубы Все подводные К дому К домам По улицам А затем Ставят в домах Уже не те трубы Пластмассовые Страшные Которые Именно пластиковые А тогда уж Ставьте медные Или какие-то Более дорогие Да Тогда это будет На века И будет качественно А это просто Выделены деньги И надо их Просто отработать Вот и все Мое глубокое убеждение Потому что Я сам Наблюдал И сам с этим Сталкивался Что бы вы ни говорили Я это видел Своими глазами Пережил это Извините За мое Спасибо Но я вот Если можно Сформулирую вопрос Вот Те рабочие Которые производят Эти Ну вот Эту работу По замене труб Ведь это же Все-таки Нанятые Я понимаю Управляющим Рабочие То есть Могут ли они Например Ну Делать работу Свою тяп-ляп Или что-то В общем Действительно Нарочно Вот Разворотить Больше Чем Нужно Вот просто Из принципа Из вредности Можно Я бы сказал Так что В эмоциональном Выступлении Уважаемого Господина Очень много Намешано Чего Сраться Вместе Во-первых Я еще раз Повторяю Когда мы строили Крэйтидом Строились Все Коммуникации Были Сделаны Так что К ним был Достаточно легкий И безболезный Доступ Да это было некрасиво Но был Предусмотрен доступ Потом Вот мы Говорим Сразу Вот сделали Красивый ремонт Зашили Все Теперь Возникает Вопрос А если менять То как Кто должен Расшивать Почему тогда И поскольку Это общая Коммуникация Всего дома Кто должен Менять И кто должен Заделать Что допустим Ваш сосед Который Обеспечивал Доступ До Семенова Выполнял Правила И ничего Такого Не сделал Отягощающего Должен Теперь Оплачивать Ваше удовольствие Жить в квартире С ремонтом Который Ну Вас устраивает Ну Вряд Это первое Так что Неизбежно И вообще Любой ремонт Это неприятно Со вторым Да Действительно Приходится Ломать И ломать Перекрытие И при этом Это все Ну Достаточно Болезненно Происходит То что там Бросают Не бросают Это уже вопрос К обслуживающей Организации Почему допускается Такой ремонт Там что-то Не устраняется На самом деле Очень часто Я хочу напомнить Что когда идет Обсуждение Варианта работы И оплаты То всегда выбирается Самый-самый Дешевый вариант Самый бюджет В этом В этом случае Многое Может быть Не предусмотрено Потому что Бюджетный вариант Достигается Как Но чудесно Света не бывает Значит сначала Давайте мы Повычеркиваем Все вспомогательные Подготовительные работы А потом скажем Что все безобразно Такое тоже Не исключаю Вполне возможно Далее Насчет того Что давайте Мы сначала Не Визуально Все красиво Есть Нормы Службы Допустим Станинных И в условиях Нашего водопровода Они Могут служить Не более 20 лет И это уже Доказана практикой Потому что Когда ты их скрываешь Снаружи Они выглядят великолепно А внутри Особенно горячее Водоснабжение Оно все Полностью Забито Отложение Женеков Прохода И там живет Такое количество Всякой Жизни Что этим Опасно Пользоваться Поэтому Я бы Не сказал Это В следующий момент Далее Есть Две зоны Ответственности Есть Городская Зона Ответственности За Городские Водоснабжения Сети И это Зона Ответственности Города И есть Зона Ответственности Собственника Квартиры Это Внутри Дома Каким Образом Это можно Совместить И сделать Так Что Собственники Квартиры Дождутся Пока Наружные Сети Сделают А потом Они будут Делать Только Внутренне Но я думаю Что это Вообще Невероятно Относительно Опасно Не опасно Да нет Ничего опасного Нет От залития Никто еще Не умирал Чтобы это Было Приятное Удовольствие Какое-то Для кого-то Я еще Не слышал Поэтому Надо считаться С тем Что есть Нормативные Сроки Службы Коммуникации Обязан Да Обеспечить Доступ И нужно Считаться С тем Что да Это будет Доступ Либо Эти коммуникации Нужно Переделывать Полностью Так Чтобы Выносить За пределы У нас Звонок Очередный Здравствуйте Пожалуйста Сделайте Потише Радиоприемник Чтобы Мы не фонили Алло Алло Добрый день Добрый день У меня Вот Вопрос Более Уточнить Я хочу По предыдущему Вопросу Когда Собственник Квартиры Не пустил Управляющего Для обследования Его Отдельной Собственности Да Вот Акт Председатель Должен Составить Акт Он должен Предоставить Этот акт Или ознакомить Владельца Квартиры О том Что он Его не пустил В квартиру Это первый вопрос Да Потому что Ну такая история Произошла И председатель Ничего там Не дал Да И сразу Подал суд На этого жильца Да На этого Собственника Квартиры Это первый вопрос Второй вопрос Может ли Правление Назначить Общее собрание По изменению В уставе На выходной день Это очень Актуальный вопрос Было Объявлено Заранее За месяц За месяц Было Объявлено Да Вот На субботу Правомерно ли Это Вы считаете Ну Хорошо Сейчас узнаем Нет Ну это вообще Не рабочий день Понимаете Все люди Планируют Свои мероприятия Ну а кому это надо А председатель Себе за это Оплачивает Сверхурочные Здесь Умысел Такой Понимаете Спасибо Спасибо Как-то забылся Первая часть Вопроса Относительно До того Что можно Это делать Прямо в суд Оповещение Оповещение Ну как человек Мог не знать Если представитель Кооператива Или представитель Управляющей Компании Хочет попасть В квартиру Для обследования Какие у него Есть Первые Ну Скажем так Связаться По имеющимся Средствам Связи Чисто вербально Попросить доступ Если ему отказывают И если мне принципиально Нужно туда попасть Что делает Обычно Нормальный Управляющий Он пишет Соответствующее Письмо И отправляет Его заказным Посланием Значит Человек при этом Как правило Человек такой Продвинутый Он как правило Заказное послание Не берет И считает Что вроде бы Он Не оповещен Но если Это выполнено То закон Рассматривает так Если я Доказательным образом На ваш Контактный адрес Или на адрес Вашей регистрации Послал вам Заказное письмо То вы Извещены Неважно Вскрывали вы Конверт Или нет Потому что По всем правилам Вы должны были Его получить И вскрыть Нет оснований Для того Чтобы Вскрывать Потому что Что такое Место регистрации Это то место Где Любое Организация Любое лицо Может вас найти Для среды В течение Семи дней То есть Считается так Если я Постал такое Письмо То в течение Семи дней Это ваша забота Как вы Обеспечите Чтобы вам Если вы уехали Чтобы вам Передали Эту информацию Но вы Оповещены Поэтому Совершенно Не вижу Здесь Если эти Процедуры Были соблюдены Наверняка Они в суде Рассматривались Значит Какой-то еще Дополнительный Да Мне Нужен был Доступ Я составляю Акт От тех действий Которые я Принял Для того Чтобы получить Доступ В том числе Я упоминаю Что послал Такое Письмо Такое Письмо Такое Выдерление Зачем я должен При этом Вам посылать Копию акта Я не очень Понимаю Вы все эти документы В оригинале Получали сами Это скажем По поводу Оповещения Далее Если мы с вами Говорим о выходном Дне Я не знаю Кто там получает Какие деньги Как-то весело Звучит Радиослушатель Сама улыбалась От такой Идеи На самом деле В законе Не сказано Какой день Собирается Вранье Вот то что за месяц Надо оповестить В законе Сказано А день Выбирается Тот Который Ну наиболее Тот Кто инициатор Собрания Рассмотрит Как наиболее Удобный Для того Чтобы собрать Максимальное Количество Людей Возможно Правление Посчитало Что в субботу Поскольку Люди Ну свободные И ответственные Люди Могут Совершенно Спокойно Спланировать И прийти На собрание И принять Решение Я здесь Не вижу Никакого Кримина С этой Ну да А если С другой стороны Я позволю себе Документарии За длительное Время Работали В кооперативе И создали Каждый год Собрание Я убедился В одном Нету Ни одного Дня Недели Месяца И года Которое Было бы Удобно Все дни Неудобны Ну да Но с другой С другой стороны Просто я понимаю Сейчас Лето И может быть Для многих Людей Как раз Вечер Субботы Это как раз То что Разрывает Выходные Дни Для тех Кто например Собирался уехать С ночевкой Куда-нибудь Ну на дачу Или за город И таких людей Вот может быть Много И поэтому Вот с этим Наверное Связано Неудобство Видите Здесь Есть вопрос Такой Во первых В этом году Не надо забывать Чрезвычайные ситуации И в связи с этим Провести собрание В привычное время Обычно Это было где-то На апрель Май Марк Не было возможности Вообще Не было Я не знаю Какое собрание Сейчас может быть В кооперативе Какого-нибудь численности Потому что сейчас тоже Такое личное встрече Это очень высокие требования И к помещению И к количеству людей Там Обеспечение Социальной Дистанции И так далее Но в принципе Ну сместилось Все А возможно Есть вопросы Которые не терпят Отлагательства Есть такие вопросы Те же вопросы Устава Особенно если Кооператив Затянул вопрос С изменением Устава Под новое Законодательство Это очень актуально Ну что делать Ну В конце концов Мы объединились С вами Чтобы вместе Совместно Вещать вопросы Давайте будем Взаимно Скажем Вежливый И Что есть вопросы Если есть вопрос Управления Который актуален Для всех Ну наверное Можно найти Способ Как ты можешь Более того Никто Закон Сейчас не заставляет Идти на собрание Собрание Объявлено Каждый член Кооператива Имеет по закону Возможность За две недели Не ранее Чем за две недели Но письменно Проголосовать По всем вопросам Которые стоят В повестке Дня собрания То есть Вы просто можете Обратиться в правление Если вам неудобен Этот день И зная Что собрание Будет Скажем В субботу Попросить у них Бюллетень для голосования И проголосовать По всем вопросам Никто не запрещает Угу У нас И пожалуйста Таким образом Вещается ваш вопрос У нас звонок Здравствуйте Здравствуйте Вас беспокоит У нас Мы живем на Лубе Нас 56 Недавно гидравлику проверяли Дали такой напор Что с 9 по По прям Самый подвал залило И вот есть такая В счете Служба Наверху написано Авария с Денес Да Мы звонили с 10 вечера И до 2 дня Умоляли Просили отключить стояк Вообще такое хамское отношение Игнорировали нас Пока не залило Вот все 9 этажей Да Я вот все время думаю За что же мы платим тогда Да Вот за такое отношение А кому вы платите А сейчас потом Дом управления А кому вы Дом управления Свалило на силтум сервис А силтум сервис На Оригоснам И здесь видно Халатное отношение сотрудников Пришла авария У нас обслуживают Виктор Санкт-Петербург Да Я просто рассказываю И в кооперативах Такое же самое происходит Безобразие Ну я не слышал Что в кооперативах Не знаю Стоя Можно я докончу Я согласна С этим парнем Который про немцев говорил Да Вот если бы у нас было Как у немцев Не было никаких проблем Отношение работников В обслуживающих фирмах И вообще И в этих государственных Да Такое Что я делаю Не для себя Значит как попало Спасибо До свидания Спасибо Ну я сейчас сразу Разверну Это довольно Во-первых То что Приводились Гидравлические Испытания Рига Силтумс Об этом предупредил За нормальное Количество дней Вправляющая компания В данном случае Рига Снамо Павлов Сто процентов Ответственна была За то Что бы ваш дом Был бы отключен От сетей Рига Силтумс Для этого делается Специальная система Оповещения Для этого делается Все необходимое И кстати говоря Вы говорите Что вы там слышали Много таких случаев Но хотелось бы знать Где еще То есть Уже четвертого числа Во всех домах Города Риги Теплоузны были отключены От гидравлических сетей Если ваша управляющая компания Рига Снамо Павлов С этого не обеспечила То это их ответственность Совершенно не важно Кто там у них подрядчик Силтумс Сервис Вася Пупкин Или кто-то еще Они отвечали За то Чтобы это было отключено Если вы понесли В результате ущерба Сейчас вам Всем нужно Каждому составить Акт ущерба И через страховые компании Или через Другие юридические механизмы Потребовать От управляющей компании Компенсации Когда вы говорите Про Германию Я с удивлением Слышу Что наверное В Германии Гидравлические испытания Сетей Не проводятся Наверное У них все работает Вот так На честном слове Боюсь Что это не совсем так Боюсь Что ваше Представление О той же Германии Несколько ошибок Что там все это делается Там все Иногда и бывает То что отношение персонала Опять таки Вы управляете С Ригой Славом Павлов Вам никто не мешает И не мешало Сменить управляющую компанию Если ее работа А кого вы сейчас обвиняете То что вы В свое время Не закончили Процесс приватизации Не выбрали себе Управляющую компанию Не заключили с ней Никакие договора Которые бы вас защищали А сейчас вы говорите Вот нас обидят Кто виноват Сегодня мы говорим Про ремонты 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Телефоны в нашей студии Вот Возвращаясь Может быть К разговору Который Вопрос Который прозвучал В начале Программы О том Что Сосед Получил разрешение На строительные работы А затем Вот значит Ну вот Жалуется владелец квартиры Что очень Очень Большая слышимость Вот как Можно ли проверить Например Ну Возможно Сосед получил Отстрою правы Все необходимые документы Но что-то Пошло вот Не по По вот этим документам То есть Вот может быть Он что-то Своевольничал И что-то Было сделано Не так Вот можно ли В этом случае Каким-то образом Проверить Ну вот Качество этих работ Ну Я еще раз Повторю свой ответ Значит Не будет Такой простой Обычно Когда подают Страву правы Документы То это два вида Проектов Это проект А перепланирования Ну а Как правило Это проект Перепланировки То есть Человек хочет Сделать перепланировку Он подается Либо в виде Упрощенной Приватизации Реконструкции Либо в виде Настоящего проекта По реконструкции Квартиры Когда упрощенные Это когда сносятся Ненесущие Допустим Перегородки И непринципиальные Двери Меняются И нервные проемы Все остальное Это уже Требует Согласования По ряду параметров Но Шум На шум Как может Повлиять Снос Перегородки Мне трудно представить Скорее всего В процессе ремонта Менялось и половое Покрытие Ну Такое я могу допустить Которое Никакое право Никогда не согласовывается Поэтому ответ Один и очень простой Есть Служба охраны здоровья Там есть лаборатория Которая меряет Уровень шума Уровень шума Оговорен Который может Проникать максимально С одной квартиры В другую Пожалуйста Сначала Наверное придется Заказать такой А после этого Уже идти дальше Если превышается Уровень шума То требовать Каких-то других действий Я другого не вижу Потому что просто Прийти и сказать Можно Чисто Возможно Там такие отношения Что чисто По-человечески Прийти Посмотреть И поговорить Что может вызывать Это шума Такое тоже возможно Я не исключаю Это простой контакт Да Пожалуйста Добрый день Алло Здравствуйте Я хотел узнать У гост Вашей студии Он свалил На людей Что вот Вы там В свое время Не приватизировали Не сделали то Не сделали это И в результате Никто не виноват Кроме самого Хозяина квартиры Допустим Или вообще Человека Проживающего В этой квартире Потому что Я сам С этим столкнулся Без пендаля Никто из управляющих Компаний Ничего делать не хочет Да Потому что И у меня были Такие случаи По 300 раз звонишь Черт знает Что там слышно В результате Отвечают Вы знаете Сколько у меня Домов На этом На обслуживании Меня Не интересует Сколько у вас Домов На обслуживании Меня интересует Как обслуживается Мой дом За который Я плачу Регулярно Деньги Понимаете Какая ситуация Спасибо Спасибо Не понял Только вы в чем вопрос Да я тоже не понял Но смысл Очевидно В том что Да Ну это обида Ну что еще там сказать Ну это В чем суть В том что Я кого-то обвинял Я никого не обвиняю Я прошу прощения Я просто говорю Что Когда вы жалуетесь На управляющую компанию То скорее Чаще всего Это жалобы Происходят из того Что вы сами И позволяете Так и работать Не все управляющие Компании Работают Мы и вас Да пожалуйста Не устраивают Меня Суть вопроса Суть вопроса В том что Да Есть управляющие Компании Но почему-то Над ними Да Нету проверяющего Органа Да Вот у меня Как говорится У обывателя Нету даже варианта Куда-то Позвонить И пожалуйста Что вот эта компания Не делает свою работу Не выполняет Да Или плохо Выполняет Вот Вот в чем Проблема Да Нет Понятно Спасибо Вопрос Ничего не могу сказать Нету Нету Действительно Нету Законодатель Рассматривает Ситуацию Так что Есть Возможность Заключать Договора Есть В договорах Возможность Предусматривать Ответственность Ну и Пожалуйста Ну так Законодатель Рассматривает Мне даже трудно Представить А кто будет Контролировать Вот На сегодняшний день Во-первых Контролировать Нужно содержать Значит Тоже Опять Во-вторых Кто будет Контролировать Ну Не знаю Не могу ответить На этот вопрос Конечно Удобно Когда ты будешь Пожаловаться Ты вроде защищен Ну вот Как есть Вот Центр защиты Прав потребителей Вроде бы С одной стороны Можно сказать Ну не понравилось тебе Вот обслуживание В этом ресторане Иди Вдруг Или там Не понравились тебе Сапоги Вот которые ты купил В магазине Иди В следующий раз Покупай В другом Магазине Но все-таки Есть Центр защиты Прав потребителей Куда человек Может прийти И пожаловать Ну есть Да Но Опять-таки Центр прав защиты Потребителей Сделал большое Юридическое исследование И выяснил Что собственник Квартиры Не является Потребителем И он Если вы Откроете Домашнюю страничку Центра прав Потребителей То первый штаб Написан Что они Не могут Помочь По этим вопросам Это не их компетенция Поэтому Дальше Каким образом Помочь Здесь же тот же вопрос Еще Вообще говоря О действенности Помощи А каким образом Помочь Ну Прав Неправ А дальше Что Какие-то Надо предоставлять Какой-то Организации Или административные Или судебные Полномочия Для этого Есть суды С одной стороны Казалось бы Были бы Органы Куда Пожаловаться Ну и Классно Другое Какое там Действие Сходу Сходу Не отвечу Ну и вот Уже буквально Заканчивая Наверное Разговор Мы сегодня Говорим В основном Ну темы Ремонтов Разбираем Вот Если Возникают Действительно Вопросы Все боятся Ремонта Который Ну необходимо Проводить Скажем По замене Труп и так далее Вот Если Какая-то Ну вот Можно ли Повлиять На выбор Например Чтобы Обслуживающая Организация Выбирала Ну вот Компанию Которая Будет Проводить Эти Работы Более Ответственно И вот При выборе Бюджета Ну вот Выбирать Все-таки Не самый Бюджетный Вариант А может быть С каким-то Действительно Запасом Может быть Это будет Стоить дороже Но тем не менее Это будет Выполнено Более Ответственно Более Качественно Вот здесь Собственники Квартир Могут Сказать Свой голос И каким-то Образом Повлиять Конечно В том Случай Если у них Заключен Соответствующий Договор Потому что Я недаром Постоянно Пытаюсь На меня люди обижаются Вот РНП Вы чего-то Не сделали Дело в том Что мы посмотрим Если у вас Договор Вига Слава Пароникс То там Особых Прав По выбору Вот этих Вот исполнителей Бюджетов И так далее Нету Там они Очень Ограничены Потому что Именно Закончен Процесс Приватизации Если Процесс Приватизации Закончен И заключен Полноценный Договор Управления С домом То тогда Там по-другому Процесс Организуется Там четко В договоре Прописывается Что Управляющая Компания Без Соответствующего Решения Собственников Квартир Не имеет Права Заключать Такие Договора И там Просто Тогда Другие Механизмы Работают Но для этого Нужно Заключить Соответствующий Договор Который Требует Перенятия Управления Домом Достаточно Сложно Хотя На самом Деле Все Просто Если Этим Заниматься Да Ну и Наверное Уже Последний Звонок Здравствуйте Здравствуйте Я вот Людям Хочу Сказать Что Вы Имеете Возможность Проконтролировать Ремонт Вот Как Мы Делали С Ригаснаму Парвовник Вы Находите Сами Компанию Для Этого Надо Разбираться Хоть Немножко В Строительстве Вот И Значит Приводите Ее В Ригаснаму Парвовник Они Начинают Там Выламывать Руки Чтобы Там Какие-то Показатели Экономические Были Если Они Согласны Вы Заключаете Трехсторонний Договор Цена Как Правило Будет Назначен Контролирующий Уполномоченный Который Будет Следить За этим Ремонтом И отвечать За него Лет пять Вот Как мы Окна Поставили В подъездах Вот так Это можно Сделать Спасибо Спасибо Можно И так Есть Только Один Риск Который Для меня Всегда Существует Когда Мы говорим О трехстороннем Заговоре Это Риск Кто будет Внести Итоговую Ответственность Потому Что Обычно Самоуважение Ко всем Радиослушателям Бесплатных Печенек Не бывает Если цена Ниже Значит Она ниже За счет Чего-то Естественно Я исключаю Там Какие-то Криминальные Составляющие Но если Вообще Мы берем Так Как правило Цена Начинает Сокращаться За счет Сокращения Каких-то Требов И вот Насколько Это сокращение Оптимизации Цены Может повлиять На качество Конечного Продукта Это очень Большой Вопрос Поэтому С одним Акцентом Контроль Проручают Все-таки Профессиональным Инженерам Потому что Они отвечают Во-первых Своим Сертификатам Во-вторых Они больше Понимают Сам процесс И могут Оказаться Более полезными В данном Случа И второе Что я бы сказал Что нужно Обязательно До того Как искать Исполнителя Делать Проектно-смертную Документацию Чтобы Уже Понимать Какие требования Вы к конечному Продукту Предъявляете И Сколько Вообще Ориентировочная Стоимость Этих Работ Потому что Кончательная Цена Это уже Обсуждение Нюансов А вот Сколько Вообще В каких Пределах Вы Можете Ориентироваться Это Документация Независимых Сметчиков Которые Да Это дороже Для начала Но это Будет Нераздо Дешевле Ну что же Спасибо Большое Председатель Правления Центра Консультации Собственников Квартиры Председатель Кооператива Бака 2 Сергей Сидорко Был в нашей студии Программа Добро пожаловаться До следующего Понедельника Всего доброго До свидания